МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа новостей РФИАДСНЕФ в студии Константин Перевозчиков. Сегодня в выпуске. Куда пойти учиться? В Сарфаты прошел день открытых дверей. В НЕФОВЕДЕНИЕ начальник научно-исследовательской группы РФИАДСНЕФ провел урок химии во 2-й гимназии. Баскетбол. Четыре команды представляют ядерный центр на городском чемпионате, стартовавшем в Сарове. Куда пойти учиться после окончания школы? Этим вопросом уже сейчас озадачены 11-классники и их родители. Саровский физико-технический институт вновь открывает двери для будущих студентов. Педагоги и студенты помогут абитуриентам определиться с выбором специальности. Традиционно руководство ядерного центра в НЕФ принимает участие в таких встречах, так как Сарфаты – это базовый вуз, который готовит кадры для РФИАДСНЕФ. Осталось совсем немного времени до сдачи единого государственного экзамена, а значит для старшеклассников пришло время окончательно определиться с выбором будущей профессии. Правильно принятое решение – это залог успешного будущего. Большие возможности для молодых людей открываются в нашем Саровском физико-техническом институте Национального исследовательского ядерного университета МИФИ. Это ключевой вуз для подготовки кадров не только для Российского федерального ядерного центра в НЕФ. То есть вот именно здесь мы наблюдаем вот эту синергию, когда студент, который обучается в Сарфте, непосредственно сразу же знакомится с той тематикой деятельности, где ему предстоит работать. Я вам скажу даже больше, что того выпуска, который делает Саровский физико-технический институт, магистров, бакалавров, специалистов, его не хватает, чтобы покрыть все потребности нашего города. Я имею в виду в части технических профессий. На дне открытых дверей в Сарфте и НЕЯУМИФИ будущие студенты получили возможности своими глазами увидеть, что представляет собой вуз и задать все интересующие вопросы. Алина Лабушкина учится в 10-м классе 12-й школы. Она увлекается физикой, химией и математикой. Пока она думает над выбором профессии. Мы пришли сюда сегодня узнать побольше в нашем городском вузе, узнать, какие есть специальности, что нужно для поступления, проходные баллы и всю информацию о Саровском вузе. Сегодня Сарфаты и НЕЯУМИФИ включают 6 факультетов. Вуз готовит специалистов по 18 направлениям подготовки бакалавров, специалистов и магистров. Проводит обучение в аспирантуре по 3 направлениям и 4 специальностям. Студенты имеют возможность во время стажировок посетить все филиалы НЕЯУМИФИ. Мы принимали команду Трёхгорного, и только недавно на той неделе наши две группы приехали с Трёхгорного. То есть мы не создаем дорогостоящие учебные центры у себя, каждый филиал. Мы имеем возможность просто направить группу на неделю, на две, сколько требуются, в другие филиалы, где более современное оборудование. И ребята приезжают совершенно новыми, интересными, с новыми друзьями и, конечно, с новыми компетенциями. Большинство выпускников трудоустраивают Саврофиатсв НЕЯУМИФ и успешно строят там свою научную и профессиональную карьеру. Более 40% молодых специалистов ядерного центра окончили с РФТИ НЕЯУМИФИ. НЕЕФ на сегодняшний день является таким лидером по созданию решений или по обеспечению национальной безопасности. То есть это очень сложные научно-технические проекты, в которых требуются разные компетенции, весь спектр. И поэтому выделить какой-то один факультет или одних каких-то специалистов, наверное, тяжело. И действительно, собственно, востребованы все, поскольку итоговая деятельность в НЕВ – это конгломерат вот таких вот разных направлений, научных, технических и управленческих, экономических и цифровых технологий, что сейчас на слуху. Олег Кривошеев рассказал, что в этом году отмечается подъем интереса к СРФТИ НЕЯУМИФИ. Сейчас молодежь оценивает инфраструктуру города и перспективы трудоустройства, которые дает выпускникам ВУЗа ядерный центр. При этом будет хорошая гарантированная зарплата, при этом хорошая инфраструктура для проживания, экосреда. Это же очень важно. И действительно, особенно со временем, когда семьи появляются, они понимают ценность вот этого Саровского кластера, или как это, инфраструктуры, или анклава. И действительно, наличие стадионов, наличие там садов, наличие школ рядом, хорошее базовое образование для школьников, для детей, то бишь это все оценивается. И вот у нас молодые специалисты приходят, они все это взвешивают, все это оценивают, все это видят. Олег Кривошеев заведует кафедрой цифровых технологий. Она создана в этом году и является базовой кафедрой РФИАЦ в НИЭФ. Ведущие специалисты предприятий в области информационных технологий преподают ключевые дисциплины на кафедре и разрабатывают программы обучения. На дне открытых дверей абитуриенты узнали о возможностях, которые они получат, обучаясь здесь, и пообщались с Олегом Чучко, который принимает активное участие в развитии кафедры. Цифровые технологии – это современный тренд, это деятельность, которая коррелирует с направлением по цифровой экономике. По итогам выпуска с кафедры студенты будут готовы к работе в информационных системах. В завершение вечера гостей ждал концерт, подготовленный студентами с РФТИ и ЧАИПИТИ. День открытых дверей для иногородних школьников пройдет 24 апреля 2019 года. Создание условий для развития познавательной активности школьников. Осознанного выбора направления обучения в УЗИ с целью привлечения талантливой молодежи в ядерный центр в НЕФ. Это основная задача проекта в НЕФ и ведение – введение в будущую профессию. В рамках этого проекта начальник научно-исследовательской группы РФИАЦ НЕФ Максим Царев провел урок химии во второй гимназии. Максиму Цареву, кандидату физико-математических наук и сотруднику РФИАЦ в НЕФ, не в первый раз выпадает почетная миссия прочитать лекцию для школьников. И, как признается мужчина, это ему очень нравится. Он понимает, чем интереснее он расскажет о своей работе, тем больше шансов, что ребята, которые сегодня учатся в девятом классе, в будущем выберут местом работы российский федеральный ядерный центр в НЕФ. Максим Владимирович по образованию химик, поэтому для гимназистов он провел урок химии. В ядерном центре, как и в других организациях такого масштаба, конечно, требуются все. И те, кто занимается химией, те, кто занимается физикой, математикой. И самые большие открытия всегда достигаются именно на стыке наук. Поэтому нам нужны, скажем, все, у кого есть талант, у кого есть знания и кто хочет их применять на практике. В рамках совместного образовательного проекта ядерного центра в НЕФ и департамента образования, который носит название «ВНЕФоведение. Введение в будущую профессию», Максим Царев рассказал гимназистах об опытах, которые он и его коллеги проводят с такими химическими элементами, как водород и титан. И каково их практическое применение в промышленности. Самый главный вот этот вот титановый материал, это, конечно, как хранение и использование водорода. Вот основной упор я в своем сообщении, уроке сделал на водородную энергетику в плане топлива, для двигателя, для автомобильного промышленности и так далее. На самом деле потребность в хранении и использовании водорода, она в самых разных областях есть. И вот титан, и гидрид на основе титана, это те системы, которые в ядерном центре исследуются очень давно, используются в самых различных направлениях. Все больше подогревая интерес ребят к своей профессии, Максим Царев рассказал о потенциальных возможностях того оборудования, на котором работают сотрудники РФИАЦ внеев. И о том, как в одном из экспериментальных исследований ему помог его домашний питомец. У меня дома живет кот, который, скажем, в один момент у него кусочек от уса отвалился. И просто было интересно, даже вот зная из биологии, что усы для кота и волосы человека, это, конечно, совершенно разные системы. Надо посмотреть на микроскопе, который у нас есть, чем же отличаются на микроскопическом уровне вот эти кусочки биологического объекта. Анастасия Золотова в будущем хочет работать в области генной инженерии. Для того, чтобы осуществить задуманное, уже сегодня она углубленно изучает физику и математику. Четко осознавая, какой именно предмет в будущем ей понадобится больше всего, девушка сама попросила родителей подобрать ей репетитора по химии. Несколько месяцев назад со своим репетитором по химии я начала изучать раздел органику. Правда, я только начала это, но, несмотря на это, мне уже очень интересно. Я углубляю свои знания, практикуюсь и также не забываю повторять неорганику. Урок, который провел для класса, в котором учится Настя, работник ядерного центра в НЕВ, по словам девушки, пошел ей на пользу. Всегда приятно узнавать что-то новое и интересное. И даже если в жизни напрямую эти знания не пригодятся, ориентироваться в предмете, с которым решила связать свою жизнь, просто необходимо. Для себя девушка ставит амбициозные и очень благородные задачи. Ну, во-первых, я хочу синтезировать лекарства от СПИДа и рака. Я, конечно, понимаю, что это очень сложно, но я уверена, что у меня получится, если я буду практиковаться и постоянно получать новые знания. По мнению педагогов, лекции, которые проводят сотрудники РФИАЦ в НЕВ, это отличная форма получения знаний. Работники ядерного центра не просто рассказывают о науке, они показывают практическое применение тех знаний, базу для которых получают еще в школе. С мнением учителей согласны и школьники. Этот урок помог мне понять, что сейчас в моем родном городе, в НЕВ, идет активная разработка биологически чистого топлива, основанного на водороде. Я понимаю, что это работа, связанная в первую очередь с химией, физикой и математикой, именно те науки, которыми я интересуюсь. Подобные уроки в гимназии номер два проходят не только по химии, но и по математике, и даже по английскому языку. Ведь в ядерном центре в НЕВ востребованы высококвалифицированные специалисты в различных областях. А путь к успеху в профессии начинается со школьной скамьи. Игра на высоких скоростях. В нашем городе стартовал чемпионат по баскетболу среди мужских команд сезона 2018-2019. Ядерный центр в НЕВ на турнире представляет команды «Союз», «Полет», «Авангард» и «Новички сезона», «Сборные кардиналы». О том, как проходят состязания, расскажем далее. В традиционном чемпионате города по баскетболу в новом сезоне принимают участие семь команд. Четыре сборных «Рафиас НЕВ», одна от обеспечения «Рафиас НЕВ» и молодежные команды «Дюзш» и «Саровского плитехнического техникума» имени Бориса Глебовича Музрукова. Очередные соревнования – это возможность для спортсменов проверить свои силы и оценить шансы на победу. Это хобби наших спортсменов, баскетболистов, которые в очередной раз встречаются, чтобы выяснить, кто сильнейший. И что самое главное, что наш чемпионат, как обычно, непредсказуем, то есть нет явных лидеров. В турнире участвует сильнейший баскетбольный сборная города. Одни команды не раз становились чемпионами, другие только пытаются пробиться в лидеры. Молодые перспективные игроки, подающие большие надежды, составляют конкуренцию корифеям «Саровского баскетбола». «Чемпионат проходит в два круга, поэтому игр очень большое количество. Ну, собственно говоря, для этого и специально сделать, чтобы люди могли поиграть, получить побольше удовольствия. Ну и заодно, чтобы исключить какие-то досадные недоразумения, то есть там случайные проигрыши, случайные победы, и уже наверняка выявить лидера». Новичками этого сезона стала команда «Кардиналы». Молодые специалисты РФИАЦ ФНИЕФ сформировали сборную и решили пробиться на пьедестал почеты чемпионата города. Первый матч турнира показал, насколько сильна их воля к победе, но игрокам не хватило немного мастерства. «Неважно, кто против них играет, но хотят показать себя, проявить. Довольно-таки интересная игра получилась». Совсем недавно играет на соревнованиях команда «Энергия». Второй раз спортсмены борются за главный приз на чемпионате города. В свое время коллеги и единомышленники объединили в сборную и начали тренироваться. В прошлом сезоне «Энергии» не удалось вырваться в лидеры. Но игроки провели работу над ошибками, поработали над техникой и в этом году вновь подали заявку на участие. Первая игра нового сезона далась нелегко. Соперниками была молодежная сборная «Дюш». «К сожалению или к счастью, я не знаю. Учитывая то, что у нас контингент такой уже больше за 40, нам, конечно, пришлось узнавать немножко». «Дюш» ввела в счете на протяжении почти всей игры. Лишь третий период спортсмены «Энергии» завершили с небольшим перевесом в свою пользу. Игра завершилась со счетом 87-72. Другая команда молодых спортсменов-студентов пока не претендует на лидерство в чемпионате, а проверяет команду на умение взаимодействовать во время игры и оттачивает мастерство. «Получить какой-то опыт и сыгранность команды, чтобы дальше на своих соревнованиях выступать и не ударить грязь лицом». Игроки команды «Союз» института теоретической и математической физики РФИАЦ ВНИЕФ можно сказать старожилы чемпионата Сарова. Одна из сильнейших команд регулярно занимает призовые места на турнирах и не раз становилась чемпионом города. В прошлом сезоне они стали бронзовыми призерами, уступив серебро команде «Авангард». «В этом году задача выиграть чемпион города, но это будет сделать невероятно сложно. По крайней мере, две сильные команды у нас конкурент будет, это точно». Баскетболисты приглашают болельщиков посмотреть захватывающие игры чемпионата и поддержать команды. Матчи первого круга спортсмены будут играть до конца декабря. Встреча проходит в спорткомплексе «Юниор». Начало 18 часов. На сегодня это все, о чем мы хотели вам рассказать. Следите за новостями градообразующего предприятия на сайте www.vnev.ru и в эфире канала «16» каждую среду и пятницу в 19.45. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok